Вот моя долгожданная посылка от Аннушки, с которой я надеюсь, что больше никогда не буду меняться. Во-первых, первая посылка была не совсем то, что я ждала, но совсем на чуть-чуть отключалась от того, что я ждала. Во-вторых, ну ладно, тогда понятно, она меня в оба раза уговаривала поменяться с ней. Я с ней поменялась, согласилась, но суть такая, что девушка, во-первых, посылала позже, ладно, в первый раз мы договорились, что она действительно пошлёт чуть попозже, но точнее не то, чтобы договорились, она сказала, ой, я потом, я потом, я потом, но она послала первым классом, хорошо, дошло до нового года. Потом ей приспичило ещё раз поменяться, уже на сладкое, вот тут у нас такой, второй раз в таком же пакетике. В Энторг, видимо, коробки запретили религий в Владивостоке. И она, в общем, уговорила меня послать ей что-нибудь сладкое. Я купила сладкое, хотя Аленка меня отговаривала. И тут получается так, что сначала мне скидывается на телефон вирус, к чему всё это привело, предыстория небольшая. Она скидывает мне на телефон вирус через WhatsApp, причём почему-то в Google Talk. И я сначала не поняла, что это даже она скидывает, когда я её спрашиваю, что ж ты такое сделала, она начинает истерить. Ладно, она истерит и замолкает на некоторое время, на несколько дней. Я понимаю, что у меня эти сладости лежат, я вроде как настроилась на обмен, уже вроде как договорились. Я её спрашиваю, ну что, обмениваться будем, она снова истерит. Я спрашиваю совета у приятеля, говорю, вот сладости, я вроде некоторые из них просто не ем, ну куда их девать, не выкидывать же. Я вроде как настроилась, купила, договорилась, какие-то там добрые пожелания в это всё. вкладывала энергию. В результате мы вроде как с ней обмениваемся. Но она говорит, у меня, знаешь, ребенок сейчас болеет. И я не могу сразу послать. Вот я попытаюсь сейчас вскрывать заодно, чтобы уж я просто говорила на камеру, в камеру. Но еще как-то вскрывала. Она меня спрашивала, как ей это запаковывать. Я ей сказала, что можно запаковать в так сказать в упаковочную пленку. Но тут у нас не совсем упаковочная пленка, тут, похоже, еще и скотч. И как получилось, она в результате, если вкратце, она сначала у нее заболел ребенок. Я через несколько дней спросила. Не то, чтобы из-за того, что я действительно хотела поскорее эту посылку, чтобы она отправила, просто интересовалась действительно как у нее ребенок. Она уже не помнила, что у нее болел ребенок. Подозреваю, что никакого ребенка возможно даже нет. А может даже и не болел. Если есть. Но не суть. И тут получается, что у нее сначала тупанос, то золотуха. И она получила уже мою посылку. Правда, забрала через неделю, как получила. Как она дошла до нее. Я ее спрашиваю, Аня, когда же ты пошлешь? Ну и там снова истерика. Если вкратце, то через большую нервотрепку и просьбу мою уже не забирать мою посылку, а посылку, видимо, забрать хочется. Потому что, в принципе, там приличные продукты были на то, что договаривались в оба раза. Она говорит мне, что вот, знаешь, у меня вот этого всего нету, на чем мы договорились. Я не знаю вообще, когда это все будет. И вроде как и посылать-то не хочет. Я ей сказала, что так нечестно. Она снова истерила. Если вкратце, то она все-таки это послала мне. Причем с таким тоном, будто она мне делает одолжение. И вот сейчас мы посмотрим, что же у нас в этой посылке. Я, пожалуй, передал уже вот сюда. Поставлю свои коробочки, на которых обычно у меня все это стоит. У меня что-то упало. Но потом мы это что-то поднимем. То, что там видели под тулом, это у меня там несколько пакетик с пустыми баночками, которые, надеюсь, когда-нибудь расскажу про них. Вот так вот. У меня обычно на таком барельефе все это стоит. И вот я, извиняюсь, в розовом халате. Который так люди не будут. Сейчас я это попытаюсь все вскрыть. Засунув пакетик. Зачем так, извиняюсь. Наверное, чтобы оно доехало. Тело мне не вредило. И получила она мою посылку. Она мне не сказала, что она ее получила. Но у меня есть подписка на почтовый сайт. И мне приходит оповещение, что там кто-то, кто... На всех, так сказать, действиях с посылками. С моими и чужими. Ну, и я ее спросила, как посылка, как там эти сладости. В общем, было все это сухо. И практически у нас общение с ней на этом прекратилось. Правда, она мне потом, когда я в день ехала к Аленке, спрашивает, ну как, получила ли ты мою посылку. Хотя она идет где-то 19 дней в среднем, если праздники. Ну, или 15 дней, если не праздники. В этом случае. Я ей ответила. Она придралась к слову. И в 8 утра вот мне совсем делать-то нечего. Только общаться с истеричной девочкой. Короче, если вы решите с ней меняться, я вам предупреждаю, что это, во-первых, возможно, вы получите не совсем то, на что договаривались. Второе, вам настолько вынесут нервы. Ну, и третье, вам будут задерживать эту посылку, оправдываться, обвиняя вас в чем угодно. А у Аленки есть ребенок. У моей сестры есть ребенок. Много у кого есть дети. Отговариваться ребенком – это последнее дело. Я вообще не совсем хотела сделать обзор, но получилось так, что получается. Вот тут пакетик у нас. Ну, и что? Посылка все-таки должна приносить радость, а не что-то иное. У меня, возможно, там фоном слышится мой компьютер. У меня тут родня ходит местами за стенкой. Вот это у нас духи. Я на них не договаривалась, но, видимо, она их заказала, они ей не понравились, и она решила послать мне. В принципе, поменяшки это и есть в основном. То, что кому-то не подошло или что-то не понравилось, частично это и есть поменяшки. Но все-таки, Катюня у меня там орет, больше мне нравится, когда на то, что договаривались. Вот тут у нас лакост. Не помню, договаривалась ли я на лакост. Ручечка. Ну, там, кажется, была какая-то Дольче Габбана. Вообще, изначально я договаривалась на двое духов сплот или спорт, я даже не знаю, как называется, какой-то женский аромат от Эйвен. И вот на эти вот. Там еще что-то другое было. Я тоже уже не помню, потому что я уже даже не рассчитывала, что я от нее что-то получу. Вот. Амур, вот эти радуют, что оно действительно запечатанное. И сделано уже прошлого года, в принципе, можно сказать, новое. И вот у нас, видимо, это императрица, которую мне вроде как пообещали. Продолжаю свой обзор по ссылке от Ани. Я надеюсь, что у меня получится склепать два видео в айдина в онлайн-монтажнике, или как он там называется, которые я случайно нашла через Яндекс. На самом деле, я вообще очень давно занималась монтажом. И даже еще была в 2006 году на самом первом своем компе с виндой какой-то там. Возможно, 98 или какая она еще тогда была. Ну и сейчас у меня, если и есть что-то подобное, то только на Линуксе. И пыталась я сделать это на Линукс Семате. Но то ли вы же не едут, то ли там все-таки со сборкой что-то не так. К тому же сборка все-таки любительская. Но дело не об этом. Точнее, видео-то не об этом. Продолжу я обзор свой. Сейчас я уже достала все, что у меня пришло из посылки. Из коробочки. На самом деле, посылка хорошая. И если бы, допустим, не было всей этой предыстории с негативными эмоциями и негативным подтекстом, то было бы больше радости. Поэтому, девочки, если вы просто решаете поменяться с кем-то, то будьте все-таки честными взаимно. Это просто кому-то вот так на будущее. Потому что, когда получаешь посылку и не знаешь, что именно пришло, или вот как у меня было с этой Аней, то 50% эмоций накладывается именно как от прошлого опыта. Как-то вот так. Она плюс еще мне написала с таким подколом, или не знаю как, с такой интонацией по тексту, что я тебе вот мало того, что одолжение делаю, посылаю все-таки эту посылку позже. Еще выложу там какой-то сюрприз. Вот я вся такая хорошая, белая, пушистая. У меня был похожий опыт с девочкой с одной. И я даже не помню уже какой город, да не суть, когда я была в группе ирисок. Ну, вот там точно подобное что-то было. И тоже договаривались с ребенком. И тоже я вся такая белая, пушистая, а ты, любая, вот вся такая плохая, что-то от меня хочешь. Но начну уже, перейду к самому обзору. Это, в общем, я тогда хотела эту лапшу, которая мне понравилась. У нас просто такой не продают. Ну, кто-то, может, считает, что-то плохо там обмениваться на еда или на косметика. Но у меня у нас получилось вот примерно так. Значит, на лапши у меня получилось тут три. Я вообще просила с тремя разными вкусами. Она, конечно, изначально обещала, так и будет. Но получилось, что с одинаковыми вкусами. Ну, да ладно. Все та же креветка, что до этого была. В общем, не судьба мне попробовать что-то иное. Это вот три японских. Вообще, тут знак Китая. Знак качества Китая, который обычно ставится на чая. Чаще всего встречается. Но, видимо, на всех китайских продуктах это, скорее всего, все-таки не японская лапша, а китайская. И производство, скорее всего, Китай. Хотя мои познания пока в иероглифах японского, уж тем более китайского, минимальны. Но это все-таки чисто по знаку ориентирует. Вот этот знак, это знак качества Китай. Вот такая лапша. Потом полноценная шоколадка. В прошлый раз-то я думала, что нам не пришлется граммовая, шоколадки. И мое расширение было, когда я увидела эти маленькие шоколадки, не 100 граммов, а 60. Хотя у меня еще не остались. Немножко и та, и другая, и с морской капустой, и с морской солью. Но в этот раз она мне пообещала, я где-то даже 100 граммовую пошлю. Если ты там мне пришлешь, какой-то кремик. Я уж не помню, или кремик она хотела, или свечки гринмамовские, или сахар тростниковый. Но на самом деле она мне особо ни о чем не говорила. Фотографию посылки она мне скинула в личку, а не на странице, как в первый раз. Уж не знаю, с чем это связано. Ну, будто бы, если бы я не спросила, то я бы, наверное, вообще ничего не скинула, ни мне не сказала, что она мою посылку наконец-то забрала. Но суть не в этом. Вот такая вот шоколадка 100 граммовая. Сделана 2 ноября 2015 года. Тел на шоколад. Шоколад. Вот, вот у меня еще одна шоколадка. Из еды это еще вот эти вот конфетки. Фестиваль железной конфеты. Я не помню, какой тогда был. Кажется, тогда прозрачный пакетик был. Они были из агар-агаре. Здесь сахар, патока, стабилизатор, агар, регулятор. Тлотности. Ну, и вся химическая хрень, которая обычно бывает. Сделана 25 декабря 2015 года. То бишь, в принципе, недавно. Куплено было конфеты фестиваль в пленке Микс. 250 грамм, плюс 90 процентов. Про годности 2 месяца. То бишь, 21 января, 25 января, 25 февраля. До 25 февраля мне их, по возможности, нужно будет скушать. Вот это немножко напрягает. Ну, да ладно. В принципе, тут много что напрягает. Но тоже, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Не считая, что... Не учитывая, что это, допустим, обмен. Сюрпризом оказалась вот такая розочка. Прикольная, немножко помятая. Ну, это, скорее всего, мыльный цветочек. Ну, и с таким вот бантиком. Можно сказать, что это мне подарок, наверное, на день рождения. Мыльные цветы я люблю. У меня еще от Ксюшки лежат. Ту маленькую посылочку, по-моему, не делала обзором, а просто фотографировала в контакт, выкладывала. Вот такая маленькая сюрпризная розочка. Это я вообще без понятия, что такое. Сначала она мне пообещала масляные вишневые духи. Потом оказалось, что масляные вишневые духи у нее вообще нет в наличии. Она их просто еще собирается купить или ждет на заказ. Или как-то так. Потом она сказала, что я ждала их на заказ и хотела тебе их послать. А вот ты такая плохая, значит, требуешь от меня посылки. Когда уже свою мне отправила, там, и она дошла до местного назначения. В общем, что это такое, 3 мл, я не знаю. Сейчас я это при вас вскрою. Вскрывалось это до меня, судя по коробочке. И тут даже какая-то бумажка. Может, она нам объяснит, что это такое. Ну, бумажка на самом деле просто квадратик от чего-то другого. Пахнет оно, в принципе, приятно. Ну, и похоже дело, что они пролились в эту коробочку, в эту бумажку. Или пролились они у нее раньше. И она мне такие их послала. Потому что в коробочке-то, в принципе, не чувствуется ничего мокрого. Но вот сама вот эта бумажка, видно, что они пролились. Довольно приятный сладковатый аромат. Все, весь флакончик в масле. Что-то такое очень знакомое. Похоже, вот, кстати, сейчас только поняла. Очень похоже на приму Эйвен. Один в один. Эйвеновская прима. Единственное, что вот оно масляное и сладкое. Плюс, что весь флакончик тут даже... Даже если бы я знала эти иероглифы, то прочитать нереально. Только что примерно вот видно, что это сильвер. Так же, как вот здесь на коробочке. Сильвер даст. Что это за сильвер даст, науке неизвестно. Дальше у нас было мыло. Мыло Лемонград. На самом деле, на фотографии оно мне казалось голубым. Не знаю, может быть, у нее как-то цвет камеры так передает, что оно голубое. Тут же оно просто вот похоже на хозяйственное мыло, только по светлее, по цвету. Лемонград. Ну, я его попробую. Надеюсь, оно мыло все-таки. Оно и в Африке мыло. Натуральное мыло. Дальше у нас идет Лакост. Я вспомнила, она мне предлагала сначала Жадор. Я ей сказала, что Жадор у меня есть какой-то. И она даже не знала, что это за Жадор. Но, видимо, вместо Жадор она решила послать Лакост. На фотографии-то был другой. Вот такая ручка. Я не знаю, натуральная или нет. Это, в смысле, подделка ли, естественно. Потому что, когда я первый раз получала поменяшки с отливантами люксов и каких-то там маленьких, как мне это назвали, ручками, девочки потом сказали в группе Риски, что это вообще-то подделка, и об этом все знают. И как это ты не знаешь? Ну, конечно, в общем, вышло, что Лёля, пославшая все от иврашение, только плохая. Девочка, которая меня обманула. Причем не одна девочка, а девочки хорошие. В общем, такая ручка. Я не знаю, что это. Ну, как, натуральная или нет, еще раз повторюсь. Колпачок очень легко снимается. Там мне кто-то в комментах писал, что надо нюхать колпачок, а не вот эту вот. Но иногда на колпачке не сразу нюхивается. Допустим, прыскаешь, а сначала идет спирт. В принципе, я могу нюхать из вот этой вот самой прыскалки головки. Ну, сделаю, как вот там девочка очень бы отхертила. Именно вот этим вот. Конечно, перебивает вот это масло, похожее напрямую один в один. И, возможно, из-за того, что перебивает, мне кажется, что оно просто сладенькое такое. Вот. Гипноз лакост. Ну, будем считать, что это, наверное, все-таки натуральная. В смысле, не подделка. И, как моя знакомая Падре, я ее называю Екатерина Михайловна, которая однажды ездила во Францию, или куда там она еще ездила, ну, говорила, что она была во Франции, и подобные, говорит, вещи во Франции обычно просто дарят. Никогда не продают, а именно дарят. Даже можете просто прийти в магазин, что-то там понюхать, попробовать, и набрать всяких маленьких таких дужков. И Дольче Габбана. Императрица, от которой, я так понимаю, много кто сходит с ума. Императрица 3, я даже не знаю, что обозначает 3, потому что в Дольче Габбане мне нравится только Blue Light. Я пользовалась только Blue Light, и, в принципе, как-то ничего другого не искала. Никогда в Дольче Габбане, хотя, кстати, тоже колпачок очень быстро свалился, даже я еще за него не успела потянуть, он уже свалился. Дольче Габбана у меня есть пиджачок, я не знаю, вытянул у меня родня его, или он все-таки еще живой. И с натурального, там, лен, стопроцентный белый пиджачок с логотипом Дольче Габбана. Мне подруга, сестра-то ее родная, привезла однажды, кажется, из Италии, когда ездила на выставку с собаками. Ну, она занимается собаками. В общем, наша императрица. Кажется, все-таки пахнет немножко по-другому. Ну, в смысле, я чувствую что-то еще. В общем, какой-то приятный, сладковатый аромат. Я думаю, ценители императрицы и знают, как он выглядит, а у меня до сих пор на руках еще масло передается. Сейчас оно все вместе смешалось, и вот такая конкретная прима с чем-то, прима с эйвановским лав. Отдает даже. Ну, и последние двое духов, это вот что-то такое тоже арабское, какое-то загадочное масло. Или даже не масло, а лонгли. Точнее, извиняюсь, ловли влюбленные, кажется, мне это переводится. Ну, и вот такие небольшие, тут еще какая-то перегородочка. Дужки. У нас, кстати, я вчера была на часовом, как раз когда Грещук уездила, на самом деле она Даутова, но по старой памяти, по ее родителям, называла еще, по маме называли ее Грещук. В общем, у нас там есть, оказывается, магазин теперь с арабской косметикой, в основном с духами, еще с какой-то хренотенью, масляные духи. И закрылся чайный магазинчик, в котором я раньше покупала чай и кофе, с чего я там начинала свою эту коллекцию чаев. Вот такой флакончик. Здесь он уже больше. Сколько у нас тут? Тут 6 мл ловли. Свободно от алкоголя. В переводе на русский. Он, кстати, не протек. И он, мне кажется, какой-то более свежий. Возможно, даже если мне мой нюх не изменяет, он чуть-чуть напоминает что-то среднее между таким очень свежим ароматом и зеленым чаем от Элизабет Артен. Он даже такой немножко лимонно-чайный. В принципе, неплохо. И последний. Это у нас запакованный Эйвен Амур. Восхитительное сочетание Жасмином, Агнолий и Ландыши. На самом деле, я Ландыш не очень люблю. Жасмин 50 на 50 иногда я люблю зеленый чай с Жасмином. Хотя у меня стоит черный чай с Жасмином. Если кто-нибудь хочет черный чай с Жасмином, крупный листовой черный чай с Жасмином, я могу вам его послать. Потому что мне его подарила однажды одна девочка на день рождения. Ну, и он... Точнее, не на день рождения. Я ей рисовала какую-то картинку. Она решила, что она мне что-то должна. И я ей подарила этот чай. Он у меня стоит, есть, не просит. Но что-то мне его не хочется пить. Не идет он у меня, в общем. Так, сейчас я вскрою эти духи. Конечно, если потом кому-то их передаривать, то без следы будут не совсем то. Но я очень надеюсь, что они все-таки мне понравятся. Хотя именно вот эту линейку Today, Tomorrow, Always я не люблю. Always я вроде и не нюхала, но Today я подарила Заримке. Она в восторге. Tomorrow, если ничего не путаю, Аленке. Вот такой красивый флакончик. Да, у меня уже нос занюханный. Я не понимаю, чем оно пахнет. Но надеюсь, когда у меня вот это все от рук отвалится, все эти лишние ароматы, я ее все-таки еще раз занюху. С одной стороны, посылка хорошая. С другой стороны, негативные эмоции, ей предшествующие, немножко портят все впечатление. Но на самом деле, если вас не напрягает, что вам пошлют хрен знает когда, вынесут нервы, мозги и будут мотать нервы. И периодически истерить, при этом считая, что это все нормально. Вот так, поведение, в принципе, поведение у нее предсказуемое. У меня уже несколько за мою жизнь подобных людей, подобного поведения людей было. И ожидаемо. Но если вас не напрягает, то, что человек может послать невестно когда, и вы ему будете напоминать более семи раз про то, что, допустим, Ань, я тебе послала посылку, а ты когда пошлешь? А вам будут отговариваться непонятно чем, в прямом смысле, практически то понос, то золотуха, то, ну, можете с ней обмениваться так, если вы сами по себе человек, который не очень обязательный, потому что, по-моему, она просто не обязательная. Отговариваться детьми или еще чем-то, это не тот вариант. Вообще отговариваться детьми, ребенок, он же, в принципе, живой человек, это не какая-то там книжечка, даже, ну, как собачка. И знаете, у меня собачка, мне ее надо выгулить. Вот когда я ее выгулю, и тогда я там дойду до почты. У меня был просто такой случай, как раз вот та девочка, первая до нее была вот с ребенком. Она жила в здании почты, над почтой. И она посылку мою сразу забрала, а потом присылала мне уже через 2 или 3 недели, я уж точно не помню, но тоже после большой нервотрепки посылку в моей, в моей, в общем, продукты были положены в мою коробочку из-под посылки, моя коробочка ложилась еще в какую-то коробочку из-под посылки, из-под чужой, то бишь человек, как бы светил чужой адрес, можно сказать, даже нарушал какой-нибудь там, наверное, закон о личных данных. Ну, мало ли там, я вот просто честный человек, а кому-то другому она послала, и вообще кому будет приятно, что тебе посылают пакетики. Вы скажете, что не во что было запаковать или еще что-то запаковать, в принципе всегда можно. Во-первых, коробки есть на почте, потом есть почтовые пакеты, в которые мне прислала Анька, и в которые я ей посылала, хотя оно было так же в пакет запаковано, просто действительно не было коробок. Коробку можно найти, можно из-под какой-то обуви, можно из-под чего угодно, вообще во что-то конкретно так завернуть, при желании можно это сделать. И дальше самый пик, это вот посылки была, она мне запаковала в пакет из-под памперсов, видимо, чтобы доказать, что вот у меня, видишь, действительно ребенок, я тебе посылку посылаю в коробке из-под памперсов. Вот такие вот дела. Если вам было интересно мой обзор, ну и чем-то там возможно полезен, то я рада. Ну и до новых встреч, я не прощаюсь пока, потому что я буду сейчас записывать видео о своей посылке заказе от Гринмамы, которую я делала перед своим днем рождения. Там должен быть какой-то подарок на день рождения. Ну и пока на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok